Программа «Подумать только» с Михаилом Велером 7 мая 1945 года во Франции, в городе Реймсе, была подписана безоговорочная капитуляция гитлеровской германии перед союзниками по антигитлеровской коалиции Второй мировой войне, где присутствовал генерал Смит как представитель американских войск, Эйзенхауэр, как командующий всей группировкой западных союзников на Европейском театре, генерал Суслопаров от Советского Союза, как представитель ставки Верховного Главнокомандования, пришли обе союзников. С немецкой стороны это подписал Йодль. Но поскольку Суслопаров отправил в ставку срочную депешу, что вот надо подписывать достигнутую договоренность, что делать, а подписывать надо было в половине третьего, в 2.30, по, соответственно, западноевропейскому времени. Ответа он не получил и подписал. Но как человек в прошедшую школу вставил примечание, что по желанию одного из союзников этот акт о капитуляции Германии, подписанный, он может быть и дополнен, или как-то повторен и так далее. Ну, подписали, жалко что ли. Таким образом, когда Сталину стало известно, что вот так вот поступили, было сделано указание большей торжественности, большей основательности, что было как надо. А по этому, которое было подписано в 2 часа 40 минут в городе Ремсе 7 мая, капитуляция прекращения стрельбы начиналась с 23.00 по тому же времени 8 мая. 23.01 вечера, всё, война в Европе кончена. Значит, до этого окончания, до 23.01, 8 мая, здесь уже в Берлине, в 22.43, успели, за 7 минут до 23, был вторично, в более торжественной обстановке, подписан акт повторной капитуляции. Иногда его называют ратификацией всеми сторонами акта о безоговорочной капитуляции Германии, где уже подписывал с германской стороны Кейтель, с советской стороны Жуков, а со стороны союзников, то есть американцы, англичане, француз также был, как свидетель этого всего. Он тогда ещё был, ну, скажем так, не то чтобы стопроцентно победителем, не то чтобы нет, но когда вошедший Кейтель увидел за столом сидящего представителя французов, генерала Детасини, он произнёс историческую фразу с невыразимым презрением, как и эти тоже, но имея в виду, что какие французы победители. Вот, а также и генерал-эльбомаршал авиации Теддер и генерал Спац от союзников. Вот в 22.43 это было подписано, но это там было 22.43, а в Москве было 0.43 уже 9 мая. Однако, понимаете ли, Европа уже стала праздновать, потому что 8-го, всем стало известно, что всё подписано, в 11 часов должен быть последний выстрел, но хотя последний никогда не бывает по расписанию, потому что ещё несколько недель бродили недобитые банды, отряды там, сям и так далее. Кроме того, вся пражская операция была ещё впереди, это было после этого подписания. Но так вот или иначе у них получилось поэтому 8-го, а у нас получилось 9-го. Вот, это момент первый. И момент второй, который всегда задаётся, и честно говоря, этот вопрос ещё в школе задавали мы себе. Для чего нужно было штурмовать Рейхстаг, если можно было оставить от него ровный слой мелкого щебня? Ну, как бы военные и технические возможности позволяли. То есть проще всего освободившуюся авиацию, квадрат 400 на 400, чтобы не промахнуться, в центре которого находился Рейхстаг, превращался в лунный пейзаж, в ровный ковёр пыли. Товарищ Сталин очень правильно понимал по части социальной психологии, по части психологии управления массами, по части создания символов и ритуалов. В общем-то, Рейхстаг после того, как к власти пришли в Германию национал-социалисты, после того, как был известный процесс о поджоге Рейхстага голландским коммунистам сумасшедшим в Андерлюбе, этот Рейхстаг особенно как-то нигде не фигурировал и роли никакой ни в войне, ни в управлении Германии не играл. Но должен был быть символ, на который нужно водрузить государственный флаг страны-победительницы. Вот поэтому Рейхстаг велено было штурмовать и более или менее от него сохранить что-то, иначе бы он и не сохранился. Вот поэтому был водружён флаг над Рейхстагом. Здесь уже обычная история, многократно описанная и многократно её повторяли. Понимаете, в жизни никогда не бывает так, как в истории. В истории никогда не записывается так, как в жизни. Ещё в школе опять же, у нас у всех, в далёкие, советские, да ещё в хрущёвские времена, ещё Никита Сергеевич не свергли. Вызывало сомнение то, что, как писал, я если не понял, Михалков или не Михалков, ну, короче, русский сын и сын грузина. Один солдат был русский, представитель главного народа, великого русского, а другой солдат был грузин, ну, потому что товарищ Сталин всё-таки, ну, грузин, ну, Джугашвили, да, и первоначально, я так сказать, девичь фамилия. Вы знаете, ну, в общем, так оно, конечно, и было. В наше время давно опубликованы книги о том, как каждой дивизии выдавалось своё знамя победы. О том, как в каждом батальоне готовили эти знамёна из всего красного, что могли найти. То есть, из чехлов немецких перин, наволочек и прочее. Ну, и получается, что не то чтобы совсем Егоров и Контария, хотя они отказались, нормальные, скромные люди им сказали, но они поднялись, выдрузили. Всё это были разведчики капитана Сорокина. Фамилии их сейчас давно известны. В общем, неважно, кто выдрузил. На самом деле, обидно просто, что те ребята, которые реально были первые, не получили все герои Советского Союза. Эта история описана, и сейчас нет смысла останавливаться на том, кто такой полковник Зинченко, что описано в книге Бешанова, где подробно это есть в 1945-м Владимира Бешанова. Вся история водружения знамени Победы на Рейхстаге. Но водрузили. Как часто бывает, ложатся одни, а награждают других. Ну, жизнь, понимаете. Ну, что ж тут делаешь? Ко всему этому был страшный совершенно четырехлетний путь. И следующий вопрос о том, что встречаются последний год-два такие, знаете, отзывы, что, ну, по принципу, ну, нельзя же так, что от звона фанфар ломит уши, и что праздновать надо немного скромнее. И уже вчера прошла информация, что на сайте, помнится, массовки.ру, набираются люди для того, чтобы нести в акции «Бессмертный полк» фотографии погибших солдат, офицеров, причем платят по 800 рублей, а красивым и духотворенным лицам платят по тысяче, потому что на них на пару секунд кадр будет задерживаться отдельно и подаваться будет крупным планом. Ну, это сутки всюду повисело, ну, и как-то исчезло. Понимаете, чиновник способен уничтожить все, что чиновник со временем успешно и делает. Понимаете, я помню прекрасно, как в 1969 году праздновалось во всех вузах Советского Союза десятилетие движения ССО – студенческих строительных отрядов. Я тогда учился на третьем курсе и был у нас за плечами по две дальние стройки. Работали мы на Монгышлаке, работали мы в Норильске. И все это вдруг в 1969 году резко к десятилетию оказалось забюрократизировано, потому что ехали только те, кто хотел. Все это движение возникло снизу. Несколько серьезных московских вузов элитных решили летом ехать в 1959 год первый для того, чтобы в свое законное свободное время на свои летние каникулы что-то строить для страны. Вот не для того, чтобы деньги заработать. Деньги можно было шабашкой заработать больше. А для того, чтобы все вместе строить коммунизм. Потому что в 1959 году вера в коммунизм и интеллигенция была возрождена на сколько-то лет совершенно искренне. И вот все это дело пустили на разнарядку, на обязаловку. Ну, больше я уже никогда не занимался комсомольской работой. Все это кончилось. В 14 лет я вступил комсомол в первом классе. В 21 год со строгим выговором, с предупреждением, занесением в учетную карточку. Я свои комсомольские подвиги закончил. И вот это происходило за что ни возьмись. Я помню, как в 1957 году праздновалось 40-летие советской власти. И все думали, вот когда будет 50 лет, вот ничего себе будет праздник, да? А в 1957 год, знаете, после 20-го съезда какие-то надежды, какие-то свободы, перспективы. И вот 1967 год. Не верит уже никто ни во что. Издеваются над всем. Анекдоты про революцию, про гражданскую войну. С трибун говорят одно, спускаясь с трибун друг к другу, говорят другое. Вот так оно все могут замусолить. Так могут замусолить, простите великодушно, и с Днем Победы. Вчера был парад. То есть называется это генеральная репетиция, но по всему прохождению, а также по количеству расположений у зрителей на трибунах у Кремля, все это в общем не отличается от парада. С одной стороны, это, наверное, хорошо, потому что потренировались, отрепетировали, и люди могли посмотреть. С другой стороны, парад-то все-таки однократные действия. Учитывая, сколько у нас денег кладется неизвестно на что, могли бы, допустим, на полигоне Кантемировской дивизии выложить брусчаткой поле, совершенно равное по площади, по очертаниям Красной площади, к нему подходы, за ним Васильевский спуск, и вот на этой площадке отрабатывать парады, чтобы показать их один раз. Я могу быть неправ. Это может быть мое совершенно личное мнение. Приходится слышать от людей, в общем, молодых, 20-летних, 30-летних, что подобное отношение к победе было всегда, что победа всегда была главной духовной скрепой советского народа, ну, российского. Вы знаете, молодежь уже не знает, что это, разумеется, не так, что главным праздником был тот, память о котором сейчас у молодых поколений уже стерта. Это было 7 ноября, день Октябрьской революции. Создание первого в мире справедливого государства социалистического, которое будет строить коммунизм, рабочих и грестьян, и никак иначе. Вот это был главный праздник. Так. Смена праздника во многом объясняет значение празднования Дня Победы, как это значение поднялось в последние годы. И видите ли, 7 ноября отменили, и больше его нет. Далее. Почему после войны достаточно скромно отмечалось 9 мая? То есть, ну, в гарнизонах товарищи офицеры вечером собирались, днём проходило торжественное, оно же торжественное заседание. Вечером Левитан читал указ, от которого, когда я услышал, первый раз в возрасте 5 лет одного меня дома оставили, я чуть в обморок не упал от ужаса. Этим голосом, в котором звучит падение миров, объявлялось, работают все радиостанции Советского Союза и так далее. И салют в горстолицы нашей родины, городе Москва и городах-героях, Ленинграде, Сталинграде, Севастополе, Одессе. Четыре. Видите ли, народ ещё хорошо помнил, и Сталин хорошо помнил. Ужас 41-го года. 41-й год был большей катастрофой, чем простые люди могли себе представить. В 41-м году были порушены, с самого начала, с 22-го июня, июль 41-го, август страшный 41-го, все довоенные планы советского командования. Читайте мемуары. Враг навязывал нам свою волю, ломая наши предвоенные планы. Какие предвоенные планы? Совершенно открыто. Малой кровью на чужой территории. Большой кровью на своей территории. Это был страшнейший разгром. Эти слова никогда не употреблялись. Но, по сути, ведь это был страшнейший разгром. 42-й год был также годом чрезвычайно тяжёлым, когда немцы дошли до Волги, до Сталинграда, до Кавказа. После этого народ, изнемогший в этой борьбе, обескровленный, дошёл ещё до Берлина, водрузил ещё знамя на Рейхстаге, установил ещё наши режимы, посадив дружественных нам и зависимых от нас людей в страны Восточной Европы, которые стали странами народной демократии. Но всё это была не та война, о которой когда-то мечтали, когда снимали фильмы «Если завтра война». Понимаете, какая история. Товарищ Сталин полагал, что нет основания для такой гигантской помпы, потому что всё-таки мир остался империалистическим, капиталистическим в основном. А как же мировая революция, на которую была положена вся жизнь партийных ветеранов всего этого поколения, вы понимаете? А потом, когда в 65-м году, к 20-летию Победы, впервые, это сделали выходным днём, впервые в 65-м году, к 20-летию Победы провели парад 9 мая. Почему это, собственно, было? Видите ли, потому что 1 мая сносилась. Потому что Международный день солидарности трудящихся, он как-то превратился в нечто казённое, потому что никто больше особо не верил в эту международную солидарность трудящихся. Ну, конечно, был железный занавес, за границу никого не выпускали, и к нам практически никто не ездил. Мы читали сообщения, как там коммунистическая партия Соединённых Штатов, коммунистическая партия Франции и Англии. Ну, в общем, все эти ребята жили на наши деньги, и роль играли весьма небольшую, ведь 50-е и 60-е годы. То есть ходили, конечно, демонстрацию, проводились по традиции парады первомайские, на 7 ноября, на 1 мая два раза в год. Но всё это было уже малоинтересно, и постепенно значение 1 мая стало чуть-чуть постепенно перетекать в 9 мая. Но потом, после 92-го, всё стало совсем иначе, потому что какие праздники были в советское время? Было два полномасштабных и три ещё как-то. То есть 7 ноября, день создания первого государства, понимаете, это 1 мая, ещё было 9 мая, ещё было 8 марта, ещё было 23 февраля, ещё было так, между прочим, 5 декабря, день Конституции. Ну, то есть после 20-го съезда он не назывался день Сталинской Конституции, но день Конституции всё-таки остался. Вот вам никакого дня Конституции, 23 февраля, день Красной Армии, день Советской Армии, день Российской Армии, день Защитника Отечества, все эти позорища каждый второй год. То линкор Миссури приветствует с Днём Защитника Отечества, то танк, понимаете ли, Т-6 «Тигр» приветствует с Днём Защитника. Как-то оно всё немного сносилось. А где же главная скрепа, если нету 7 ноября? 7 октября был, да, 7 ноября, то есть, простите, был главный государствообразующий праздник, и он исчез. А где же главный образующий праздник? Ну, вот получается, главный день это только 9 мая. И вся мощь ритуала перешла на 9 мая. Вот и то, что было когда-то 1 мая, ныне совершенно номинальное, считайте, что его нету, Пасха, Пасха – это немного другое, религия – религия, но всё-таки, а как же вот государственный праздник, не только русский и православный. Вот получилось это самое 9 мая. И ещё одно. В Советском Союзе, в послевоенное время, было достаточно много пунктов, поводов для гордости. Это, вы знаете, так сразу вспоминать, я просто выписал на бумажку. То основное. А именно, вот начиная с 54-го года, а по 56-й полный разворот вышел, хрущевское освоение целины. Сейчас можно смеяться и говорить о том, что распахали, понимаете, эти степи, после этого песчаные бури, унесло плодородный слой, что не построили элеваторы, не построили дороги, выращенное зерно сгнило. Всё это будет, в общем и целом, тоже правдой. Но был большой порыв. Из всех репродукторов звучало «Едем мы, друзья, в дальние края, станем новосёлами, и ты и я ещё как». У страны это просто из всех карманов эта песня лезла. Была целина, как это? Освоение целиных и залежных земель. Был 20-й съезд, который восстановил так называемые ленинские нормы жизни. Была оттепель во всей жизни. То есть люди перестали бояться рассказывать анекдоты. Люди перестали бояться друг другу говорить правду. Хотя бы в курилке в полголоса, понимаете. Было хрущёвское сокращение вооружённых сил миллион двести. То есть вот этот гигантский военный бюджет, который пожирал всё, что было в стране. Вся страна был один гигантский военный комбинат. Но всё это стало немного сокращаться. И вдруг начали строить дома для народа, понимаете. Все вот эти пятиэтажные, панельные, да ведь их же никогда не было. Отдельная квартира была же роскошью. Отдельные квартиры были только в кино про московскую жизнь. У кого они там были? Что жилищное строительство огромное. Что касается космоса, знаете, 57-й, первый спутник, 61-й, Гагарин. Вы знаете, вот чем гордились, вот этим гордились. Вот когда Гагарин полетел, такие толпы вываливали на улицу из тех работ, из тех учреждений. Ну что вы, ну что вы. Вот когда в 61-м же году, помнится осень, я уже позабыл, взорвали царь-бомбу на новой земле. Она же была самая огромная в мире бомба. Но что из этого выйдет, это следующий вопрос. Но Шуров и Рыкунин тогда и пели 100 миллионов тонн тротила, чтобы кондрашка их хватила. Нам же было чем гордиться. А потом, когда вся страна строила братскую ГЭС. Братская ГЭС это вам не БАМ. Потому что этот БАМ, который возник где-то году, помнится, в 75-м, был уже даром никому не нужен, потому что в 75-м году уже никто ни во что не верил. Ни в какие социализмы и коммунизмы. А вот если мы возьмем конец 50-х, и нет, тогда было иначе, вера всколыхнулась, братская ГЭС это был тоже, понимаете, символ. А как сняли Никиту? Сняли Никиту и сказали волюнтаризм. И сказали, что вот теперь у нас будут ленинские нормы демократии. Власть никогда не будем собирать в одних руках. У нас будет Брежнев начальник партии, Косыгин начальник министров, а Подгорный начальник советских органов Верховного Совета. Три богатыря стояли. Вот двое пониже, а Подгорный высокий, лысый, улыбающийся, довольно глупая была улыбка, надо сказать. Хотя человек бесспорно не глупый. Вот они стояли, понимаете, на мавзолее. Ну, что-то происходило, а потом после войны делали хоть какие-то свои машины. Ну да, первый «Москвич» это был «Опель Кадет». «Победа» это была одна из вариаций по карте, которую самую капельку изменили. Ну, «Волга» там тоже еще вот такого, типа очередная модель «Шевроле». Ну, «Жигули», конечно, «Фиат». Нет, ну все-таки был какой-то свой автопром. Потом, ну да, сначала был реактивный бомбардировщик тактический фронтовой Ту-16, а уже потом был лайнер Ту-104. Но он был, и он летал, и был Ил-18. И Хрущев летал по миру на 18-м Илле. Совсем неплохая была машина, надо сказать. И опять же, и в литературе тогда, и в искусстве очень много что появилось. Когда появились Гладилин, Аксенов, Казаков, понимаете, Ивтушенко, Вознесенский, Акуджао, и все, что была волна, было чем гордиться. Ну, и чего мы за место этого всего поставим сейчас с Колокова? Комбинат на шикотание. И когда президент говорит, что главным событием года было празднование 70-летия Победы, президента виднее. У него гораздо больше информации. Он лучше знает, что главное событие. Но вот что касается всего остального, это как-то вот. И поэтому День Победы сегодня – это буквально все. Вот как Пушкин – наше все. Вот так День Победы – это наше все. Но беда в том, что если чиновники начнут это все так отчаянно праздновать, всем пилотки, всем ленточки и так далее, то это все через несколько лет начнет вызывать серьезное отторжение. Все это превратится в казенщину, чего хотелось бы избежать. Потому что, ну, знаете ли, слишком много людей отдали свои жизни за Победу, для того, чтобы все это вот так вот оказенивать, как у нас имеют. И, конечно, не должно быть 5 миллионов без вести пробавших. Что надо понять, когда говорят о ветеранах? Какая бы ни была у нас средняя продолжительность жизни мужчин в России сегодня, – это 62 года, минимальная цифра, 69 лет с половиной максимальная, всяко меньше 70. Уже умерли те, кто родился после войны. Вот в среднем уже умерли те, кто родились в 45-м, в 46-м годах. Ясно? Нет? Так что когда о ветеранах, нужно уж немного осторожнее. Это все равно, что 71 год – это где была в 1988 году Октябрьская революция? – Боже, да примерно там же, где нашествие Наполеона. Ну, нельзя так надувать. Надо же, понимаете, как это делать. Хотя есть всякие позывы. Вот в целом ряде городов за рубежом, по-моему, в семи городах Штатов Соединенных, прошли акции «Бессмертный полк». Над Нью-Йорком запустили самолет с Георгиевской лентой 30-метровой. Взлетели с этого «Бессмертного полка» белые шарики. С белыми я не согласен, еще бы белые ленты к ним привязали. Очевидно, нужно было красные шарики, но это уже детали. Я думаю, что праздновать надо скромнее. И главное, нужно делать из этого практические выводы. Потому что у нас часто забывают то, что знают все хорошие кадровые офицеры, прошедшие разные точки. Подвиг означает недоработку начальства. Это, конечно, цинично звучит, но это придумали сами военные, отнюдь не критики армии. А у нас, что касается недоработок начальства, мы вернемся к этому после перерыва на новости, который сейчас будет. Программа «Подумать только» с Михаилом Велером. Итак, о войне, о которой разговор сегодня неизбежен. Во-первых, непонятна постановка вопроса, что значит то ли 4, то ли 8 миллионов без вести пропавших. Называют некую устоявшуюся среднюю цифру 5 миллионов. Что значит 5 миллионов без вести пропавших? Что значит не отпускалось денег на поиски и на захоронения, когда, понимаете, добровольцы, ребята, в свои отпуска, в свои каникулы, ищут по лесам, по полям эти кости, сами их захоранивают, у государства денег нет. У государства может не быть денег на все, что угодно. А вот на это должно быть, потому что это те, благодаря которым у государства существует и народ жив. Плохо ли, хорошо ли, а все-таки жив. Нужно расставлять шкалу приоритетов, а то, понимаете, миллиардеры есть, и деньги для них есть, а на то, чтобы разыскать и похоронить всех, денег нет. Но это не вызывает хорошие чувства, следует сказать. Задаются вопросы о байкерах, которые опять победно-ночные волки, несмотря на все препоны, едут в Германию, чтобы возложить цветы к памятнику советским воинам в Берлине. В чем мне представляется, мне представляется причина этих споров. Если бы они хотели поехать на поезде или на самолете или на автобусе и возложить венки, то не могло бы возникнуть никаких разговоров. Они хотят проехать байкерской колонны и тогда уже возложить цветы, а вот с этим возникают какие-то протесты. Почему, собственно, протесты? Знаете, сегодня во времена интернета любой без труда может ознакомиться с основами байкерской субкультуры. Возникла эта субкультура на рубеже 50-х в стране Америка, Соединенные Штаты. Ездили они первые исключительно на Харлеях, на Харли Дэвидсонах, производство Соединенные Штаты. И ездили они в черной коже, и сейчас ездят. И все эти шипы, все эти шипастые браслеты. В моде были и остаются каски времен Третьего рейха. Иногда к ним приделывают рожки. И вся эта субкультура является, первое, протестной по своему оформлению. Почему-то могут носить железные кресты, свастики и так далее. Я говорю же не про нас, я же говорю про ту же Америку. Потому что протест против существующего, чужая символика, а вот не так, как вы. Почему нужно снимать глушители, чтобы ревом будете пугать несчастных, ничтожных обывателей? А чтобы знали, уважали и побоивались. Вот эта черная кожа, не то чекистская, не то эсэсовская, не то садо-мазо. Вот этот грохот, вот эти металлические клепки, они должны доводить некоторый ужас и некоторую оттропь на окружающих. Это из основ байкерской субкультуры. И когда такая колонна с ревом мчится по дороге, с ревом проходит через город, это, безусловно, агрессивное зрелище. Это не какие-то там чистенькие, умытенькие на каких-то там Ямахах или на чём. Не-не, это серьёзные ребята, которым не вставай поперёк дороги. Они всем видом показывают, что они здесь главные. Вот. Ну вот поэтому не хотят этих главных. Понимаете, какая история? У нас это такой феномен содружества байкеров и государства. Потому что задумывалось это, разумеется, как абсолютно нон-конформистское, в негосударственное движение, которое с государством всегда в контрах. А у нас вот они прониклись патриотическими чувствами. Это отечественные достижения. Вот и земли им какие-то выделяют для их нужд. Вот и антимайдан они устраивают. Господи, чтобы где-то когда-то байкеры устраивали какой-то майдан или антимайдан, выступали за консерватов или либералов. Да, ради этого не было. Они вне этого всего. А вот у нас они вот такие. То есть это пахнет серьезной акцией. А от каковой акции отдает некоторым устрашением, некоторым торжеством, вот некой победительностью. Вот не хотят, понимаете ли, поляки, понимаете ли, вот такие всякие разведки вот этой победительности, вот этого торжества, вот этого рева и черной кожи. Ну, понятно, что не хотят. Но представьте себе колонну польских байкеров, которые с таким ревом едут к Кремлю, чтобы возложить там, понимаете ли, тоже венки к могиле неизвестного польского солдата 1612-го, не приведи Господь Бога с года. Ну, хорошо. Если неудачное сравнение, ну, давайте придумаем какое-нибудь другое. Ну, но тем не менее, вот почему вот эти байкеры-то фигу вам всем, мы главнее вас, как захотим, так и сделаем. Это может в нашего обывателя вселять, конечно же, торжество и гордость. А их обыватели должны попортить настроение на то и направленно. Ну, сейчас мы поправим себе еще настроение, потому что, ну, нельзя, но все-таки это день нашей победы. Это та самая знаменитая фраза из суперзнаменитого фильма «Подвиг разведчика» с суперзнаменитым красавцем Кадышниковым за нашу победу. Так что вот если где-то думаешь, что там у нас в армии не все хорошо, там, я знаю, кормят недостаточно хорошо, в увольнение мало пускают, вот в американской армии за прошедший год. Вот. Женщины ведь давно уже служат в Америке в армии. Феминистки добились. 15% американских военнослужащих – женщины. Таким образом, за год 9 тысяч обратились. Это только те, которые обратились. По поводу изнасилований считается, что обратились только 35%. То есть, на самом деле, только треть от всех изнасилованных женщин, военнослужащих в американской армии. Причем, заметьте, не мигрантами, а своими же американскими военнослужащими мужчинами. Я считаю, что это большая победа феминистского движения за женское равноправие в армии. То ли еще будет, но никакого гендерного безобразия, никакого секса-расизма. Потому что за тот же год 10 тысяч американских военнослужащих уже мужского пола обратились с заявлениями о безнасилованиях своими товарищами, военнослужащими мужчинами. Уже не 9 тысяч, а 10. Ну, правда, это из 85%, так что процент меньше. Но считается за то, что обратился не каждый третий, а каждый десятый. Вот это уже большая победа ЛГБТ за равные права открытым геям служить в американской армии. Если один солдат другому дал порылу, ну, это бытовуха, это дисциплинарный проступок. А если получивший по морде оказался геем, вот здесь уже можно загреметь под фанфары за преступление ненависти к сексуальному меньшинству. Вот таким образом 10 тысяч только обратившихся изнасилованных. Посмотрим, что будет дальше. Вот и прогресс движется. Заметьте, у нас он движется медленнее. И не во всех 100% случаев мы рады, то есть мы не рады, мы рады, что у нас медленнее. И иногда мы рады, что у нас медленнее. Переходим к вопросам, а то время идет, надо же отвечать на вопросы. Люди хотят на все вопросы ответить и успеем. На некоторые, безусловно. Не могли бы вы подробнее рассказать о финансировании большевиков американскими банкирами и об их роли в создании Красной Армии? Ну, поскольку у нас засекречены архивы и все революции гражданской войны, то всего о финансировании банкирами Красной Армии мы, разумеется, сказать никак не можем. Ну, там Хаммер, папа Хаммер, который был еще, помнится, 23 лет, который получал много хороших вещей, в том числе произведений искусства из Советской России, а взамен вставлял тот, другой, третий, пятый карандаши, например. Были карандаши Хаммер. Потом наступила борьба с этим безобразием, и фабрика Хаммера стала называться фабрикой Сакка и Ванцетти. Много лет на этих карандашах, шестигранные, как правило, бывали, правда, круглые, было написано, и фабрика имени Сакка и Ванцетти. Но, если серьезнее, в 1929 году разразился на Западе, начиная с ужасного дня черного на Нью-Йоркской бирже, разразился большой экономический кризис. В 1929 году товарищ Сталин объявил первую пятилетку к сворачиванию НЭПа, раскулачиванию и курс на индустриализацию. Когда Запад обнищал, то он готов был продать что угодно и кому угодно. То есть, мы продадим им веревку, на которой они повесятся. Как говорил Владимир Ильич примерно, они начали продавать нам то оружие, которое мы собирались их уничтожать. То есть, ну, оружие-то я поторопился. Все великие стройки, первый, в первую очередь пятилетки, а также и второй, магнитка и так далее, это все делали американские инженеры, руководили, то есть, по американским проектам. И у нас были огромные займы, огромные субсидии из Америки. Разумеется, под процент, чтобы они хоть что-то получали. Поэтому все, что возможно из страны, выкачивалось на Запад. Пять тысяч предприятий, тяжелой индустрии Советского Союза были спроектированы американцами и построены под американским руководством. Вот это как создавалась экономическая база. Но, конечно, об этом не рекомендовалось громко говорить, потому что это подвиг страны, которая сделала рывок. Оказывается, все-таки некоторый вклад внесли и американцы. Нет, ну, конечно, не бесплатно, но тем не менее. Что касается вооружения, ну, знаете, оружие дело такое. Каждый берет свое добро, в смысле, крадет, переиначивает, без лицензии, без патентов, где может. Ну, у нас самая знаменитая история. Это танк Кристи, который купили в Америке негласно, американского танкового гения Уолтера Кристи. Потом из него получился танк БТ-2. И потом вся эта знаменитая серия БТ. Их наштамповано было, я не помню, больше 20 тысяч штук. БТ-2, БТ-5, БТ-7, БТ-7А, БТ-7М. Все это было на основе американского танка Кристи. Но, в общем, у нас дневной самолет, который назывался ПС-84, который был в конце 30-х основой почтового пассажирского сообщения Советского Союза. Во время войны он стал называться Ли-2. А вообще, это Дуглас ДС-3 Дакота знаменитый. До этого назывался С-47. Это тоже американский самолет. В своем классе, да, был лучший в мире, что же его не использовать. Естественно, американцы раньше начали, в конце концов, братья Райт, изобрели и построили первый самолет. Так что, да, определенный вклад внесли. Но на Лид-Лизе мы сейчас останавливаться не будем, потому что американские банкиры тут и вовсе не то, чтобы ни при чем. Но это уже государственный курс, это очень длинный отдельный разговор по части Лид-Лиза. Опять же, много чего находится в открытом доступе и доступно прямо через Википедию. Так что, вклад, конечно, в насилие. И вопрос о войне же. В начале мая 45-го закончилась многолетняя борьба с режимом, который сначала подчинил себе Германию, затем претензии на территорию окружающих стран, при попустительстве других держав развязал мировую войну. Режим связан с именем единственного человека. Коалиция называлась не антинацистской, а антигитлеровской. Далее. Гитлер пришел к власти в ходе демократических выборов. Правильно. С некоторыми нюансами. Тоже правильно. По положению главного чиновника Германии после смерти первого всенародноизбранного Генненбурга. Это тоже все в открытом доступе. При власти он находился почти 13 лет. Ну да, 12 с половиной. За это время должны были происходить какие-то выборы. Ни в Нюрнберге нигде не звучало обвинение в нарушении Конституции Германии и узурпации власти. Его действительно никто не обвинял. Какие дыры в германской истории позволили захватить Гитлеру власть и удерживать? Видите ли? Конституция меняет ситок. Берутся и что-то предлагают. Предлагают конституционным образом, а потом оказывается, что уже можно. Вот так была введена однопартийная система, и вот так Германия образом вроде бы вроде бы легитимным превратилась из демократической Веймарской республики в национал-социалистическую Германию с единой идеологией, с господствующей нацией, с одной партией правящей, никакие другие не подразумевались. Здесь не было ничего, строго говоря, антиконституционного. То, что да, пришли к власти совершенно нормально. Понимаете, одна из особенностей тоталитарных режимов. Сплошь и рядом они приходят к власти демократическим путем, реформируют демократический режим, и он перестает быть демократическим. Но есть у разных народов в разных историях сюжет, как, скажем, султан, падишах, царь, любимой жене, разрешил поцарствовать один день, она была очень любима, она очень просила, и когда она стала полновластной царицей на один день, она отдала свой первый приказ отрубить голову повелителю. Ну, а далее уже пошло так, как надо. Это также почему на Ближнем и Среднем Востоке любые демократические выборы заканчиваются приходом к власти братьев-мусульман. Почему демократические выборы в России в результате окончились тем, чем они окончились? Ведь изначально подразумевались выборы демократические. Вот примерно и в Германии было то же самое. Вот потому и не судили. Ну, а за что здесь судить-то? А вот дальше идет очень интересный момент. Да, сначала, сначала. Как вы думаете, почему роль Сталина в победе в Великой Отечественной войне с каждым годом все более культивируется? Вот на этот вопрос мы уже ответили. Почему до сих пор не рассекречены военные архивы 50-х, 60-х? Имеются в виду, вероятно, военные архивы 40-х, а также 30-х, а также 20-х? Можете называть это фальсификацией истории, можете говорить не вашего собачьего ума дела, вот потому и не рассекречены, чтобы сильно много не знали. Потому что история это то, что вменено в историю начальством, остальное вам и знать не полагается. Все, а то будете сильно умны, потому и не рассекречены. Ну, о чем здесь в самом деле разговаривать-то? Так вот, очень интересный идет вопрос. В мае 48-го вышел из печати, то есть в мае 88-го юнический номер журнала «Юность», пьеса Александра Буравского «Второй год свободы» в скобках гильотина для Робеспьера «Трагическая фантазия на тему Великой Французской революции в двух частях». И вот отрывок из речи из этой пьесы. Однако, граждане депутаты, теперь будем утолять голод. И знамен побольше, за ними не видно лохмотев. А кто там возмущается в очередях? Не надо. Все организованно пляшем к карманелу, поем к Марсельезу. Сколько денег вы мне отпустите на праздник? 100 тысяч, 200, 300? Ну, их не хватило бы, чтобы накормить и пять из 48 секций Парижа. Зато вся Франция, весь наш многострадальный народ лишились бы, да мы еще не в состоянии дать всем вдоль хлеба. Но мы можем и обязаны поднять дух народа, укрепить вере, показать, какую роль играет народ в истории. Оборванные, да? Голодные, да? Нищие, да-да-да. Ну, что же делать, Франция? Что наделали? Двоят от голода. Жалко тянет руку за милостыни. А, как бы то хотели наши враги. Но мы не подарим им такой радости. Франция будет ликовать, несмотря ни на что. Я ведь миру пример такого воодушевления, такой веры в будущее, какой еще не знали века. 88-й год, пьеса Александра Буравского. Напрашивается вывод нарастание помпезности праздников, верный признак приблигающейся социальной катастрофы. Что можно сказать по поводу такого вывода? Ну, вы знаете, что можно сказать? Ну, не лишено, да? Какая-то логика в этом, безусловно, просматривается. Вот, история, она вообще вещь опасная. Начинаешь читать про то, что было 200 лет назад, оказывается, про то, что сейчас, причем в неправильном направлении, мыслить начинают читатели. Такие пьесы нам не нужны. Пьесы должны быть правильные, которые вселяют и внушают о том, что такое. А что такое? Понимаете, вот еще вопросы про Гитлера, начала Второй мировой войны, дело ведь было как? Потому что у нас вот бараны 86, бараны 14, бараны 86, это 86 процентов, то самое большинство, бараны 14, это которые, но супротив, другая точка зрения, но всех одинаковая. Во-первых, Германию бессовестно обкорнали в результате Версальского мира, пунктов Версальского договора по итогам Первой мировой войны. Президент Вильсон, который выступил как миротворец, обещал совсем другое. В результате от Германии, кроме того, что отобрали все колонии, которые у нее были, вне территории Европы и в Африке, в Азии, от нее оторвали массу земель, то есть одно отдали Польше, другое отдали Чехословакии. Чехословакия была создана в 1919 году, никогда не было на карте мира такой страны Чехословакия. В Судетах всегда, простите великодушно, жили немцы. такое несчастье, понимаете. Всегда это, например, тысячу лет не могу сказать точнее, но раньше, чем Чехия. Но германцы, они как-то заявили о себе в истории несколько раньше, чем славяне. Здесь не может быть никаких обид, история, она и есть история. Ну, Австрию размонтировали по итогам Первой мировой, и от Австро-Венгерской империи, Румыния отдельно, Венгрия отдельно, Чехословакия отдельно, что там еще отдельно, Австрия оставшаяся. После этого хотела объединиться с Германией. Вот два народа, германские, в тех границах, которые ему оставили, и австрийские, в оставленных победителями ему границах, хотели объединиться. Но победители, то есть прежде всего французы, поддержавшие их англичане, делать это людям запретили. Таким образом, Германию обобрали, Германия стала нищей, Германия была поставлена на колени, в немцах жило чувство несправедливого унижения, несправедливого обворовывания. Вот на этой почве национал-социализм и вошел, что все кругом превратили немцев в древней немецкой культуры, черт знает во что, иначе быть и не могло. И когда в 1938 году было заключено Мюнхенское соглашение, речь шла не о том, чтобы начать Вторую мировую войну, а о том, чтобы ее не допустить. Потому что, прекрасно представляя себе напор воодушевления желания Германии, которая за пять лет правления национал-социалистов очень укрепилась и пришла в порядок, вот желание присоединить к себе судеты, каковые судеты, населенные немцами, категорически хотели быть в Германии и не хотели быть в Чехословакии, считая, что они к ней не имеют никакого отношения. Вопрос был поставлен, будем ли мы воевать в Европе опять, 20 лет не прошло с заключения мира за то, чтобы судетские немцы жили в Чехословакии, а не в Германии. Ответ, да почему же мы должны за это воевать. Вот поэтому эта часть была отдана Германии. Все остальное пошло уже дальше, потому что Польша захотела свой кусочек от Чехословакии, Венгрия захотела свой кусочек, но и Германия решила, что нечего добру, зря пропадать. Все играли свою игру, и Гитлер пробовал Европу на вхывость. Вот, понимаете ли, как оно потихоньку происходило по части буржуев, по части Гитлера. Ну, этой книжке уже не знаю сколько лет, 25-35, я забыл, фашистский меч ковался в СССР. Ну, это может быть некоторое преувеличение, но, что касается танковой школы КАМа, что касается Липецкой авиационной школы, это не совсем правильно, что у нас мы учили немецких танкистов и немецких летчиков. Да нет, поскольку Германии было запрещено иметь военную авиацию, иметь танковые войска, там на учениях, понимаете, навешивали фанерные щиты на автомобили, которые изображали танк, и так далее. На советской территории немцы могли проводить учения, могли подготавливать свои кадры, и заодно подготавливать наши кадры, потому что инструктора-то были немецкие, мы им предоставляли свою территорию и возможность проводить военные реформы, тайно до поры до времени, и готовить свои военные кадры. Так что, конечно, понимаете, до поры до времени мы с немцами сотрудничали, но потом произошла совсем другая история, об этом написан ряд книг, которых сейчас мы все упомянуть не сможем. Хотелось бы что-нибудь еще в оставшиеся нам короткие минуты, и вот, а, что касается все больше на Сталин накивают. Ну, да, понимаете, Сталин в огромной мере сейчас протестная фигура. Любимый мотив, если бы был бы жив Сталин, он бы расстрелял всех этих воров на местах, которые крадут деньги, нагло врут народу и ничего не делают. Это любимый мотив. То, что Сталин их бы всех отправил в лагеря добывать лес и золото, но такой мысли быть не должно, об этом люди не думают. Поэтому на билборде Сталину в Новосибирске неизвестные нарисовали бородку и очки. Эти люди для вас хулиганы или борцы за светлое будущее. Вы знаете, это озорство к политике или к борьбе за светлое будущее или к хулиганству отношения в сущности не имеют, прорисовывают кому угодно, даже животным на этих плакатах, певицам и певцам, их делают беззубыми, их делают усатыми. Это означает, что у людей, нарисовавших вот этого пиетета, вот этого восторга перед личностью Сталина не было. Ну, в общем, не было и не надо. Спасибо. В истории этого и так было достаточно. Не знаю, будем ли мы сегодня говорить про мэра мусульманина, про Брежнева мы также не успели. Медаль освобождения Крыма это, конечно, она была напечатана с датой 20-е, хотя было 21-е. Получается, что мы сегодня ограничились Великой Отечественной войной, в которой всегда будут темные пятна, потому что история войны это вещь очень мутная, но, конечно, архивы категорически должны быть открыты, потому что сокрытие архивов есть, конечно, фальсификация истории и оболванивания населения, то, что уж народ-то должен узнать правду о войне. Это народ платил кровью за победу. Не дай Бог еще раз. Редактор субтитров